Около 30 тысяч человек посетили крупнейшую развлекательную площадку региона «Зимние сказки» за первую неделю ее работы. В минувшие выходные там прошло несколько крупных развлекательных мероприятий. Во время елочного фестиваля каждый желающий мог украсить одну из елок на территории площадки. Информационный центр по атомной энергии организовал научный каток со станцией приема теплых пожеланий. Гости делились своими мечтами, писали письма в будущее и складывали их в специальный научный холодильник. А в воскресенье флешмоб на катке устроили нежгородские спасатели. Они катали всех желающих на спецтехнике и угощали блюдами полевой кухни. Крупнейшая развлекательная площадка региона «Зимняя сказка» открылась на территории рядом со стадионом Нижний Новгород 15 декабря. На площади более 20 тысяч квадратных метров находятся ярмарка, зоны для развлечения и отдыха гостей, резиденции Деда Мороза, а также два катка с натуральным и искусственным льдом, которые выдерживают температуру до плюс 8 градусов. «Зимняя сказка» открыта для всех желающих ежедневно с 15 до 22 будней дни и с 11 до 23 выходные и праздничные дни. Вход на территорию свободный. «Очень радует, что стадион и территория вокруг него становятся любимым местом отдыха нижегородцев и гостей города. Мы будем поддерживать этот интерес. В начале марта возобновятся матчи ФНЛ, в чаши стадиона вновь соберутся футбольные болельщики, но это не означает, что территория вокруг арены снова будет пустовать. На смену катку мы готовим новые активности. Идей очень много. «Я уверен, что нижегородцам здесь будет интересно», – сказал заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов. Оказаться в «Зимней сказке» может каждая. Крупнейшая развлекательная площадка региона работает до 10 марта. До этой времени на ней запланировано проведение множества развлекательных мероприятий. Итак, 29 и 30 декабря состоится программа «Маски-шоу». Это костюмированные массовые катания, во время которых запланированы парады Дедов Морозов и Снегурочек. В принятии участия может каждый обладатель лучшего костюма, получит приз. 31 декабря всех гостей ожидает фейерверк желаний. С 1 по 7 января на «Зимней сказке» пройдет фестиваль «Самты валенок». 13 января все желающие смогут встретить Новый год наоборот. 25 января день студента отметит программу «Учись студент». 14 февраля жители и гостей Нижнего Новгорода организаторы удивят программу «Любовь на льду». День защитника Отечества встретит праздничным калейдоскопом на коньках бегом марш. А 8 марта на главном катке региона запланирована программа «Шенские радости». Завершится работа «Зимней сказки» 10 марта фестивалем «Скользкий блин».